Фак офф! Всем хай! С вами Юджин и мы снова играем в 60 секунд! Я все никак не могу остановиться и играть в эту игру. Она на самом деле очень прикольная и веселая. Я ее недооценил с первого раза, явно. Ну что ж, приступаем без лишних слов. Вы все советуете мне попробовать новый режим, который халява сплошная для меня. Я не люблю это. Я буду пробовать апокалипсис, я буду выживать только с тем, что, блин, сам собрал. Понятно? Играем на нормале. Давай, пока у нас все нормально, пока у нас есть время, давайте осмотримся. Родственники прям все здесь находятся. Это очень мне повезло, очень повезло. Значит, их в последнюю очередь забираем. Оп, оберись, оберись. Молодец, убежище. Что еще возьмем? Быстрее берем все консервы. У нас их много будет, вода нужна. Без воды никуда. Хватай, молодец, Тедди. Тедди, ты все продумал. Давайте берем ланы, вот этих нафиг, кладись. Кто еще, что еще? Мэри Джейн, черт бы тебя дерет, ты опять за телеком прячешься. Не надо прятаться за телеком. О боже мой, что-то я, чувствую, запорол все свои планы. Ладно, Тимми, уйди. Так, шахматы. Что, я какой-то отстой беру? Надо было что-то еще взять. Почему я что-то еще не взял? Противогаз. О май год. Вода. Медикаменты. Надо. Нет, времени больше нет. Тимми, гоу, бич. Гоу. Ладно, все. Это прошло довольно-таки успешно. Да, кажется? День первый. Много жратвы. Есть противогаз. Есть медикаменты. Много воды. Есть радио даже. Все, у меня все. И, конечно, уже все выжили. Казалось, апокалипсиса будет достаточно, чтобы погасить любые наши споры. Однако, когда будущее не окрашено в красивые цвета, когда смотришь на голые стены, остается просто поднять себе настроение. Что ты имеешь в виду, Тед? Что ты имеешь в виду? День второй. Радиация в наших окрестностях все еще превышает норму. Путешествия наружу могут быть опасны для здоровья. Только не для Мэри Джейн. Наше радио вещало тишину в течение нескольких часов. Нам нужны новости. Нам нужна наша музыка. Мы все отказываемся сотрудничать друг с другом, но нам нужно заставить его работать. Радио, в смысле. Тень третий. Муха, муха. Оп, оп. Есть. Ха-ха-ха. Гроза всех мух здесь. Я. Хорошо, мы сделали, что могли, но все равно не можем ничего услышать. Черт. Пить хочет Мэри Джейн. Пить хотят все. Жажда, 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 жажда. Жажда это не обезвоживание, поэтому нет. Давайте попробуем Долорес отправить на вылазку. Почему бы и нет? Вдруг она хозяйственной окажется и соберет кучу всякого полезного барахла. День четвертый. Ну что ж, мы остались втроем. Долорес свалила. Мэри Джейн упала в оборок. Мы должны срочно дать ей что-нибудь попить. Окей, Тимми очень хочет пить. Так же, как и Тед. Будет вам. Было очень неприятно чувствовать, что кто-то смотрит на тебя. Наше убежище маленькое, но это следит за нами довольно долго. Это. Что это? Мы проверили все шкафы. Никто там не прячется. Похоже, здесь есть что-то живое, кроме нас. Может быть, грызун? Мы должны показать ему, что этот маленький рай все еще наш. Но мне нечем показать ему это. Если только не буду говорить чем. День пятый. Что у нас исчезло? Что у нас сломалось? Ну? Минус суп. Пока мы оглядывались вокруг и искали что-то, чтобы раздавить этого противного грызуна, он просто исчез. Так же, как и одна из наших консервов. Блин, падла. Ненавижу. Все себя чувствуют прекрасно. Мне нравится это. Мне нравится такой настрой. Это радостное событие во время большого несчастья. У Тимми сегодня день рождения. Как и в прошлом году. Мы дарили подарок в самый последний момент. Что же мы подарим ему в этом году? Пожалуй, мы подарим ему шашки. Он любит шашки. Да, Тимми? День шестой. Ооо, во время нашей безумной эвакуации мы успели взять шашки и оказалось, что там не хватает фигур. Но, судя по всему, Тимми это не мешало. Всегда хорошо, когда вокруг спокойствие. Сегодня не произошло ничего нового с Мэри Джейн. Мэри Джейн поразительно держится и не хочет еды. Тимми, наоборот, проголодался. Мэри Джейн, ты молодец. Ну, Тимми нужно еды, конечно же. Нужно подпитывать его мышцы. Ему нужен белок. Ну, все дела. Однако, потерпят. Мы могли еле дышать в этом убежище. В последние несколько часов ситуация становилась хуже. Скорее всего, это проблема с вентиляцией. Может быть, там что-то застряло. В любом случае, нужно починить вентиляцию. Помогла бы, конечно же, книга бойскаутов. День седьмой. Мы хорошо держимся. Смотрите, дровосек кто-то нарисовал. Тимми делает вид, что это не он. Смотрит в другую сторону. Мало, это не ты. Мы знаем, что ты. Мы знаем. Мы решили проигнорировать проблемы вентиляции. А, черт с ней. Мы начали обращать внимание на другие проблемы. Как мы и думали, на следующее утро у нас образовался противный каши. Но проблемы с воздухом уладились сами по себе. Мы не знаем, что это было. Но самое главное, что это прошло. Прошло ли? А, у него уже жажда. 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 Я думаю, мы должны дать Тимми поесть. Мало пространства. Это неудивительно, что мы быстро начали спорить из-за всякой ерунды. Если мы не прекратим, то это может плохо кончиться. И, кстати, эта рожа какая-то новенькая. Такую я еще не видел. Она выглядит очень жутко. А, какой-то хоррор прям. День восьмой. Пришла. Пришла, принесла дофигища воды. И топор. Молодец, Долорес. Голод усталось. Обезвоживание, обезвоживание. И голод у Мэри Джейн. Что с тобой стало, Мэри Джейн? Ты же была такой худенькой и спортивной, а? Ты разве не помнишь, каким ты была перспективным спортсменом? Да. Вот до чего доводит лень, Мэри Джейн. Вот до чего доводит лень. Итак, Долорес устал, устал, обезвоживание. Короче, их надо поить. Они только сейчас захотели есть, поэтому завтра поедят. Вместе с женой. Мы перестали драться. Но надолго ли? Мы рады увидеть Долорес после ее успешного возвращения с пустоши. Наша экспедиция пробралась в местный госпиталь. Похоже, что уцелели только нижние этажи. Некоторые кровати до сих пор с пациентами. Есть медицинское оборудование. Мы выяснили, что во время взрыва на первом этаже находились очень важные люди. Но их успели эвакуировать. В столовой был очень крутой запас томатного супа. Похоже, что только этим они и кормили пациентов. Плюс один суп. Очень хорошо. В одной из палат было много жидкости. Плюс две воды. Великолепно. У одного из мертвых пациентов был топор. Тоже неплохо. Моя Джейн очень голодна. Хочет в обморок упасть. Не дадим ей этого сделать. Значит, дайте освежим память. Тимми хочет пить. Это пить. Это пить. Я думаю, знаете что? Голод, голод, голод. Давайте всем дадим поесть. Кроме Тимми, разумеется. Тимми у нас держится молодцом. У нас просто жратвы очень много. Следующий, кто пойдет? Давайте следующим отправим. Эники, беники, ели вареники. Короче, не знаю. Пойдет Мэри Джейн. Единственные, кто может спасти нас, это правительство. Ругай их сколько хочешь, но заберут нас, когда придет время. Мы добропорядочные граждане и ежедневно платим налоги. Даже до сих пор. И что они для нас сделали? Правильно. Фиг, что сделали. Но остается только ждать их сигнала. День девятый. Мы вступили в контакт с военными. Они идут за нами. Отлично. Голод, жажда, усталость. У Долореса. Мы же ее покормили. Она еще хочет есть. Я? Нет, я дам ей. Я дам ей, да. Я думаю, стоит дать Долорес пожрать. Ну что, давайте. Мэри Джейн пойдет. Ха, я пошутил. Тимми пойдет. Это еще один подарок тебе на день рождения. Ха-ха, сюрприз. День десятый. Всегда хорошо, когда вокруг спокойствие. Тимми ушел и стало спокойно. Сегодня не произошло ничего нового с Мэри Джейн. Ладно, никаких новостей нет. Кто это нарисовал? Не нравятся мне эти рисуночки. Давайте оценим обезвоживание, усталость. Эти двое в порядке. Надо кормить и поить Долорес. Вы не поверите, но много вещей можно сделать, находясь в крошечном бункере. Мы подумали и решили, почему бы нам не сыграть в какую-нибудь игру. Они не только для детей. По себе, знаю. День одиннадцатый. Сегодня мы поиграли в игру Я шпион. И это было весело первые три минуты. Но потом все попросту надоело нажимать на букву W. Надо будет найти игру проще этой. Дайте осмотрим наших друзей. Усталость у Долорес. Жажда, жажда у этих двух. Потерпите. Мы клянемся, что этой лужи раньше там не было. Ах, дьявол, нас затопило. Спасаем радио. Нам больше нечего спасать. День двенадцатый. Как хорошо, что нам больше нечего спасать. Иначе мы что-то сломали бы себе. А тут нет. Все остались при тех же ресурсах, что и были до этого. Мы не позволили, чтобы радио ушло под воду. То было незадолго до того, как вода пошла на спад. Чистка этого бардака займет много времени. Фу, что это за запах? Все, пацанов надо кормить. Точнее, поить. Самое время перестать думать и начать задавать вопросы радио. Чтобы узнать адекватные ответы. Как насчет настроить радио, чтобы получить больше радиостанций? Настраивайте. День тринадцатый, теми все еще нет. Я боюсь, что он подохнет. Мы смогли получить слабый сигнал и насладиться последними новостями от правительства. Отличная новость. Какая? Никакая, неизвестно. Мэри Джинь голодна. Ладно, поест завтра. И Долорес попьет завтра. Наш мусорный бак становится полон пустых консервов. И наше мусорное ведро переполняется. Некоторых из них сидят странно светящиеся чересчур большие насекомые. Тараканы не были такими большими до войны. Правда? Да, не были. Все, плохо. День четырнадцатый. Оттон. Фу, таракан-мутант. Смотрите, какой он звук издает. Это азбука Морзе, что ли? Голод. Голод. Обезвоженная усталость. Окей. Мэри Джинь сейчас покормим. О боже, они такие огромные. И еще один. О боги, мы обречены. Мы уже все грязные. Кормить, пить. Мы заперты. И от этого мы сильно устаем. Долорес искала что-то внизу некоторое время. Она даже отказывается есть суп. Насколько надо быть безумным, чтобы отказаться от супа. Трудно сказать, сможем ли мы помочь ей. Но подбадривание лучше выстрела. Мы не можем ей помочь, к сожалению, никак. День пятнадцатый. Не можете как прийти из себя. Жажда, голод, жажда. Настали тяжелые времена. И мы толком ничего не можем делать. Давайте берем силы, чтобы сохранить боевой дух. Вода это то, в чем Мэри Джинь нуждается больше всего. Мы покормим Теда. Нам снова удалось поймать военную связь. На этот раз они просят дать сигнал фонарикам. Блин, у нас нет фонарика. День шестнадцатый, и Тимми вернулся. Уууу! Тим! Ты правильно одевал противогаз? Ты вообще про... Ты... Куда я его одевал, Тимми? А? Я тебя спрашиваю. Ты. Да не бойся, я прикалываюсь над тобой. Ха-ха-ха. Тимми, ты мой... Что у тебя болеет? Усталость? Голод? Обезвожен, безвожен и голод. Хорошо. Я думал, он принес что-то очень крутое. Мы были осторожны во время исследования окрестностей. Но когда из-за угла вышел ужасно выглядящий скряга с дробовиком, мы испугались. Удача была не на нашей стороне. Но когда с неба упал очередной ящик, он приземлился прямо на бандита. Правительственная помощь – прекрасная вещь. Еда! Еда! Это то, что нам нужно. Что упало на этот раз? Хлеб? Сыр? Мясо? Нет! Томатный суп! Ура! Две банки томатного супа. И из-за того, что мы наткнулись на странное растение, которое стреляло в нас горохом, мы похерили свой противогаз. Мэри, Джейн и Тед хотят есть и пить. Эти двое просто хотят есть. А Тимми мы вылечим. Мы вылечим Тимми. Впервые я кого-то лечу. Я становлюсь добрее. Что ж, у нас осталось два кандидата на вылазку. Кто это будет? Посмотрим, кто-то из них. Папа или дочка? Папа или дочка? Сейчас узнаем. Мы никогда не чувствовали себя так странно, но сегодня мы так себя почувствовали. Похоже, что эти зеленые вредители, животные, гости, пытаются наладить с нами контакт. Один из них держал что-то вроде таблички, где мы прочитали. Вы пришли с миром? Забавно. День 17. Что происходит? Так, Тимми выздоровел. Отлично. Это безумие. Мы разговариваем с тараканами. Мы сходим с ума? Здоровы ли мы? Завтра мы покормим Тимми и Долорес. Мы чувствовали себя довольно оптимистично по поводу сегодняшней экспедиции. Единственное, что осталось сделать, это выбрать правильного человека, чтобы отправиться наружу. Давайте Тедди пойдет. Ну, Тедди, давай, вперед, мужик. День 18. Стало довольно-таки просторно, да? Но не совсем просторно. Вот еще осталось от нее избавиться. Обезвоживание. Обезвоживание, голод. Окей, я тебя понял, Тимми. Я тебя понял, Долорес. Что это за звук? О, нет. Что-то или кто-то прямо под нами. Единственный способ. Как насчет использования люка в углу бункера? Топор. Кому-нибудь в лоб всадим сейчас. День 19. Кажется, все в порядке. Что за черт? Мы еле остались в живых. Это был гигантский мутировавший крокодил. Или аллигатор. Или что-то с гигантской челюстью и сотней зубов. Кто-нибудь ранен? Мы должны найти для Мэри Джейн что-нибудь попить. О, мы ничего не добыли там. Отстой. Благо, у нас был топор, иначе кто-нибудь мог бы пострадать. А, вот Мэри Джейн. Ее укусило. Ушиб. Она единственная, кто в чем-то нуждается. Ушиб. Как ушиб лечить? Непонятно. Наверное, аптечкой. Но она обойдется, у нас нет аптечки. Завтра мы дадим ей попить. Мы были уверены, что осмотрели ящик с припасами полностью. Но Мэри Джейн нашла там семена. Мы должны посадить их. Но на все это нужна вода. Пожертвуем ли мы бутылку воды для огорода? Воды, кстати, осталось очень мало. Я даже не знаю. Огород нам даст один томатный суп. Только вот я не знаю, будет ли он давать постоянно суп. Рискнем. Рискнем. День 20. Тед, где ты? Я надеюсь на тебя. Пока ничего нет. Никаких всходов. Давайте будем относиться ко всему оптимистично. Давайте надеяться, что семена не превратятся в бесполезный цветок. Ах, Мэри Джейн хочет попить. Благо Долорес пока не хочет. И Тимми тоже. Осталось полторы бутылки воды. Даже меньше. Дела плохие. Тимми не говорил ни слова о том, что он поцарапал ногу. А какой-то острый кусок металла на прошлой экспедиции. Его рана выглядит ужасно. И ее нужно как-то вылечить. Давай. Давай, давай, давай. Пожалуйста. День 21. Ааа. Что произошло с ними? Жажда замученной. Замученной. Ой, наверное, не стоило, да, топор применять? Кто этот топор делался, кстати? Тимми был очень рад, узнав о том, что мы хотим вычистить его рану топором. Было немного больно, но в итоге это закончилось. Топор больше не подлежит ремонту. Но Тимми стал выглядеть лучше. Черт. Они в итоге все стали выглядеть уставшими. Из-за того, что они намучились сраной Тимми. Сраной Тимми? Понял, да? Царапается он тут об железке. Надо быть аккуратным. Замученный ушиб, замученная жажда, жажда. Что я могу сделать? Ну, не будьте замученными. Перестаньте ими быть. Нам трудно находиться здесь. Мы должны сделать из-за него место получше. Иначе, иначе день 22. Тед был снаружи слишком долго. Обломно. Да. Самое плохое, что теперь я не могу никого наружу послать. А вода на исходе. Значит, день мы еще потерпим. Уверен, потерпим. Военные передают снова. Они сказали, что их первый шаг найти оставшихся выживших. Самолет будет делать зачистку по соседству с нами в этот вечер. И мы должны дать сигнал фонарикам. В открытую. Окей. День 23. Как дела, ребят? О, вы живы. Ух. Ну, скоро умрете все. Обещаю вам. Подождет их сигнал. Ладно, Долорес, и Тиме, воды, еды. Как-то так. О, подождите, стоп. Мы кого-то можем отправить. Мэри Джин, гоу. День 24. Пожалуйста, Мэри Джин, она спасет нас, если принесет что-нибудь клевенькое. Мэри Джин ушла. Молодец. Как себя чувствуете? Голод, замученный. Долорес, дайте покормим ее. Играя в игру, можно хорошо убить время и неплохо развлечься. Это отвлекает нас от проблем. Игры хорошо влияют на нас. Так почему бы не играть в них постоянно, да? День 25. Игра сложная, смогу ли я вообще протянуть больше 40 дней? Смотрите, щупальца, повсюду щупальца. Они растут. Стойте. Черт возьми, да это же сад, Мэри Джин растет. Он вышел из-под контроля, неужели это зубы? Мы должны что-то сделать. Я отдал бутылку воды ради опасного растения, неужели? В прошлый раз томаты выросли. День 26. Мы живы. Мы не могли ничего использовать, чтобы сражаться с растением-монстром. Нам очень повезло, что оно не съело нас заживо. Но оно украло у нас томатный суп. Как растение смогло съесть томатный суп? Удах катится этот мир. Минус 2 супа. Вот он, как риск обернулся мой. Я люблю рисковать вообще по жизни. И я осознаю, что иногда это может стать причиной того, что я просру 2 томатных банки. Черт. Все становится только хуже. Знаете, вот как бывает. Пока все шло нормально, да? И бац. В один прекрасный момент все стало очень плохо. Жажда замученной, жажда замученной. Терпите, падлы. Мучированные грызуны нападают на нашу. Запасно хватит. Все, перестаньте. Мы не уверены, что это крыса. Или дикие кролики. Или просто кто-то мутировал у хомяков. Все эти варианты довольно мрачные. Мы могли бы использовать запасные припасы. Или что-то еще, чтобы избавиться от вредителей. Мы просто скажем им, пожалуйста, уходите. Должно сработать. День 27. Зимой. Минус суп. Этот черт грызун выиграл. Он выиграл и украл нашу еду. Но у нас есть и другая еда. Так ведь? Мы беспокоимся. Надеюсь, он не вернется. Обезвоживание, обезвоживание. Пожалуйста, еще один денек. Еще один денек. Прошу вас. Как насчет той поездки в Неваду? В Попу Неваду. Прошу. День 28. Есть! Выжили. Ну а теперь-то им надо дать попить. Осталось капелька абсолютно вообще мало. Ой, как плохо. Пустоши полны сюрпризов. Сегодня пришел человек, который может дать нам большее за достойную амуницию. Будем торговаться. Стоп! Он нам не даст ничего за шашки. Правильно? По крайней мере, он в прошлый раз ничего не давал за шашки. Он просто посмеялся над нами и ушел. В жопу тебя. День 29. Замученный, замученный голод. Незнакомец был явно разочарован. Но это нас никоим образом не волновало. Когда-нибудь он привыкнет к этому жестокому миру. Да, это еще скажем спасибо, что мы тебе шашки вместо амуниции не подсунули. А? Вот так-то. Снова военные и снова хотят, что мы посигналили им фонариком. Пок-офф! День 30. Мэри Джейн. Куча еды. Бррррр. Посмотрите, как неплохо. У нее еще рука покоцана. Ой. Она столько еды принесла и так мало воды. Она не просто не принесла воды. Вот у него уши болеет, замученная усталость и голодание. А, ну сейчас будешь есть то, что принесла. Мы прошли немалое расстояние до доков. Мы знали о многообещающем складе. Мы надеемся, что он не взорвался. Плюс 5 еды, представляете? Ну давайте, жрите. Жрите еду. Объедайтесь перед смертью, я разрешаю. Мы хотим, чтобы все поскорее закончилось. Сидеть здесь и ждать спасения, это сводит нашу семью с ума. День 31. Жажда, жажда, ой-ой-ой-ой-ой. Я думаю, 2 дня потерпит. Давайте просто покормим Мэри Джейн. И давай, кто? Долорес, иди. Ой, пожалуйста, только бы она принесла что-нибудь, например, водичку. Это спасет нас. День 32. Мэри Джейн очень голодна опять. Мэри Джейн, хватит. Обезвоживание, обезвоживание. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Пока кормить, конечно же, не будем. Нет, мы ее покормим. Да, мы тебя покормим, детка. Мы просто тебя поить не будем. Мы обсудили все, что можно было. И никто больше не хочет разговаривать. Давайте включим радио. День 33. Голод, болеет, обезвоживание. Она слишком много ест. Ах, как нам повезло, что мы взяли радио. Мы можем послушать немного музыки. Лядно. Ситуация такая. У нас одна вода всего осталась. Хватит кому-то одному. Если уж выбирать из них двоих, то мы смотрим на характеристики. Она ест третий день подряд. А ей плохо. И все дела. Поэтому, Тимми, да. Прости, Мэри Джейн. Прости, пожалуйста. Наше терпение подходит к концу. Мы думали выйти наружу на пару минут. Это была бы прекрасная идея. Но как только мы вышли, мы заметили, как пара животных, светящих глаз, блеснула из темноты. Это блинчик. У нас ничего нету. Ничего абсолютно. Поэтому день 34. Все, Мэри Джейн пока. Тимми еще жив. Когда Мэри Джейн узнала, она спсиханула и свалила. Хоть Тимми не похож на сильного мальчика, он выглядит прекрасно. Тимми, мощная бицуха. Вам о чем-нибудь говорит? Вот тот, кто писал этот текст. Тимми, мощная бицуха. Прозвище просто так не дается. Ладно, поскольку ты теперь единственный ребенок в семье, ты будешь получать все, что захочешь. Все внимание. Ты замученный? Иди в жопу. День 35. Что здесь происходит? Тим-тим-тим, голод замученный. Потерпишь. Можно ожидать, что во время апокалипсиса будет царить тишина и покой. Знаете, большинство людей уже умерло. Но кто-то стучит в дверь. Когда мы открыли, мы увидели странно выглядящего молодого человека в голубом комбинезоне. Он спросил нас о водяном чипе. Да, водяного чипа у нас, черт подери, нету. Болван. День 36. Мамочка. Все, ребят. Модно считать, что мы просрали. Несмотря на то, что мама принесла амуницию, принесла ружье и карту, и, наверное, еще еды, воды у нас нет. Полицейский участок, на удивление, все еще стоял. Как это ни странно, мы нашли нескольких чиновников, которые почему-то были все еще живы. Они имели при себе униформы, значки. Они имели что-то вроде полицейской замены. Здание было разрушено капитально, но они хорошо обустроились в подвале. Они даже нарисовали лозунги, такие как «Мир наш» и «Русские не сдаются». Плюс одна еда. Во время нашего присутствия полиция стала удивительно нервничать. После небольших переговоров нам впихнули томатного супа и велели держать рот на замке, чтобы ни одна живая душа не знала о происходящем. Неожиданно офицеры бросились спорить о принятии мира с пожарными. Один из офицеров кричал, что без должной огневой мощи операция провалится. Он даже выбросил одну из винтовок в окно, утверждая, что это бесполезно. Разумеется, мы не могли отказаться от такого подарка, и, прихватив ее с собой, когда покидали полицейский участок, предложение не закончено явно, да? Странно. Также мы взяли амуницию и карту. Голод, усталость, замученный. Жажда, голод замученный. Боже ж мой, боже ж мой. Всем поесть. Тимми может собраться и выйти в пустоши. Это шанс. Это какой-то маленький мизерный шанс, но, не знаю, день 37-й. А, найдешь вот сюда. У нее уже жажда. И голод. Ешь, ешь. Давай, Тимми, вали. Только бы ты не умер там. Только бы ты не умер. Чё ты таки? День 38-й. Когда Тимми вышел наружу, он умер с голоду. Такого, надеюсь, не напишут сейчас. Нет, не написали. Безвоживание. Долорес продержится еще один день без воды. У нее еще и голод. Давай, ладно, поешь. Прошу тебя, будь сильной. Мы уже готовились ко сну, но нас прервал скрипт уносящихся от двери. Сначала звучало, как будто крыса пытается съесть люк. Но позже мы поняли, что там что-то намного хуже. Кто-то снаружи пытался выломать дверь. Нужно действовать. Черт! Я не выделил! День 39-й. Черт! Я же нажал на ружье, но не выделилось. Блин. Минус грабители. Я ненавижу. Вот как делать анду? Грабители вторглись в убежище и украли у нас нашу еду. О, нет. Долорес получила неприятную травму во время боя. А еще ее изнасиловали. Да, неприятно, действительно. Вава. Вава. Это был такой шанс замочить врагов и, может быть, что-то из них поиметь. Ладно, Долорес, поешь напоследок и прощай. А, нет, ты не хочешь есть. Поэтому умирай натощак. Последнее, что мы ожидали услышать, сидя в убежище, было саксофон. Мы услышали это от человека, который точно ни разу в жизни на нем не играл. Он пришел как друг, который постучал и сказал «Впустите веселого человека внутрь, чтобы он мог взять предметы у богатых и раздать их бедным». Стоит ли его впускать? Так что? Почему бы и нет? Давайте впустим. Конец. Конец, блин. Ладно, что сказал? Он сказал «Развеселил ли нас перед смертью молодой человек?» Да, он дал нам медикаменты. Мы впустили этих людей, а их было несколько, оказывается. И они были очень благодарны. Они отдали нам аптечку и провели прекрасный вечер. А, и мы провели прекрасный вечер. Мы танцевали и пели. А потом Долорес умерла. Мы провернули сделку с продавцом и помогли ему упаковать. Он ушел далеко, в пустоши, как будто он знает, куда держит путь. У нас было несколько капель воды, и мы опасались того, что случилось. Долорес умерла от жажды прошлой ночью. Итого 43 дня мы прожили. Это почти рекорд. По-моему, у нас было 45 дней. Вы были изгнаны из этого мира. Вы лохи поганые. Лохи педальные и позорные черти. Ну что ж, не получилось у нас пройти эту игру. И не страшно, не расстраивайтесь, ребят. Мы попробуем еще раз. Главное, оставайтесь со мной. Подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям. Добавайте друзья вконтакте и вступайте в группу вконтакте и в стиме. Вообще ссылки будут в описании под видео. Вот так вот, вот там внизу. Вот, куча их там. С вами был Юджин. Давайте напоследок мега-взрывную петюлю. Вы готовы? Раз, два, три и... ПЯТЬ!